так вот если продолжить историю с мотоциклом вот мотоцикл потом шлем потом там всякие еще приспособления для него по-любому нужны там всякие фары запасные там задние зеркала заднего вида какие-то багажники и потом покатался ты неделю два-три месяца этот мотоцикл естественно тебе надоел и что с ним делать его надо хранить соответственно его хранить во дворе не поставишь мужчины гараж отсоединять гараж доложится этот мотоцикл то есть ответственно ты тебя есть мотоцикл тут платить за него страховку и его охранять и плюс у тебя должен быть гараж у них хрон Martinmanas цикал ты покупаешь хороший тебя есть гараж в этом гараже трехLEмм этот мотоцикл и платишь уже за мотоциклов за страховку ко seamlessly watch за горожан иного купить там иidd Designertier комман helpful купюшими я вон там еще один один как классный идешь ведь одна дорога спускаешься в Другая дорога, оттуда третья. Ну вот здесь, конечно, экстремально покататься на велике было бы. И, соответственно, у тебя уже есть мотоцикл, у тебя есть гараж. А потом, ну, мотоцикл, ну, вещь, в принципе, ненужная. Потом у тебя, соответственно, есть уже мотоцикл и есть гараж. Все, у тебя уже два объекта абсолютно тебе ненужных. Так, мне кажется, что я проворонил повороты. И я сейчас спускаюсь в это ущелье. А мне в это ущелье, наверное, не надо идти. Ага, тут мне надо налево повернуть. Тут просто не работает GPS. Поэтому в Европе, вот, допустим, в частности, я тут наблюдаю. Тут люди не покупают мотоциклы. Они просто берут их в аренду. Взял, покатался там день, два, три неделю. Надоело, отдал и все. С одной стороны, кажется, что оно дорого, а там стоит. Ну, а с другой стороны, если купить мотоцикл, все снаряды для него, все эти приспособления. Потом купить гараж. И все равно, что ты покатаешься на нем, ну, сколько на мотоцикле? Ну, неделю. У меня как-то стоял мотоцикл во дворе. Там месяц. Я на нем покатался пару раз. Один раз грохнулся. Ну, так, упал, типа, чуть-чуть. Потом... Потом было жарко, было лето, мне было лень кататься, потому что он греется. Так, все, я не буду уже спускаться в какое-то ущелье. Я, пожалуй, подымусь. И тут, посмотрите, тут от джипа. Следы от джипов. Я покатался на этом мотоцикле, покатался. И получается... Ну, такое. В общем, я, видимо, не любитель мотоциклов. Может, мотоциклисты думают по-другому. Напишите в комментарии. О, все. Не хочу рисковать. Пойду я так, как пришел, потому что через час темнеет. GPS не работает. И... Ну, в это место я еще раз приду, потому что мне здесь понравилось. Только я уже подготовлюсь. Может быть, какой-то... Возьму какую-то еду, чтобы сделать пикник. Хотя, может быть, я пойду на какую-то гору, которая ближе к морю. Там погуляю, сделаю пикник. Потому что здесь горы разные. Но они такие... Ну, то есть, нету какой-то туристической такой... Тут не развито вот. В плане... Нет какой-то карты там. Может, и есть. В общем, посмотрю я еще на какие-то горы. Ну, мне здесь вот просто понравился сам город. Как он построен. Как это все красиво сделано. И как люди живут у них в бассейнах и в горах. То есть, я представляю, вот ты просыпаешься с утра, у тебя птицы поют. Лес красиво. Вид такой на горы. Во дворе бассейн. Ну, это просто классная дача. Если рассмотреть как дачу или как дом, если жить, то вот само место, исходя из этого, мне понравилось. Но как турист, я все-таки предпочитаю... Я думаю, что есть такие же красивые места. Только еще с видом на гору, с какими-то обрывами. Я знаю, что такие есть. Я как-то был, но не снимал. Ой, есть такие места, там обрывы, там по 30 метров. Ох, какие-то лагуны с синей-голубой водой. Ну, все покажу. Ладно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и колокольчик, чтобы не пропускать видео. И вы увидите со мной. Я думаю, что я вам буду показывать такое. Вот, в своих видеороликах, которые вы не найдете в интернете. В том смысле, что это не туристические места. Никто не будет тут ходить и снимать, потому что... А я буду, потому что я делаю эксклюзивный контент, чтобы вам было интересно смотреть. Ну, и чтобы мне было интересно смотреть, потому что смысл мне идти туда, где я уже видел, допустим, в интернете. Ну, тоже смысл, в принципе, есть. Просто мне нравятся такие красивые места. Так, теперь мне нужно подумать. Только оттуда я пришел, справа, значит, мне нужно налево. Не хочу уже рисковать, потому что солнце заходит, надо идти к цивилизации. Ну, все, я, в принципе, наговорился. Я думаю, на сегодня достаточно. Но я еще поснимаю видео, потому что... Здесь уже просто некрасиво после того, как там обрывы. Тут неинтересно. Тут просто какие-то тропинки. Так, ну, тропинка. Там даже что-то написано на ней. Ну, пойду ли я по этой тропинке? Куда она меня приведет? Не знаю. Что я сегодня заговорился. И вижу, у меня уже прям камера садится. Так что я уже иду вниз. Но... Так что досказать эту мысль я хотел по поводу... Начали мысль мы там с мотоцикла, потом гараж, и туда-сюда. А потом надо хранить и охранять это все. В принципе, логичнее просто брать это дело в аренду. Ты, соответственно, всегда можешь, когда взять в аренду, оно всегда будет работать. Не надо его ремонтировать, это охранять. Поэтому, я думаю, мир потихонечку движется к тому, что нет смысла владеть, можно брать в аренду. Велосипеды, машины, такси. И это гораздо легче. А, соответственно, если у тебя есть, ты можешь сдавать в аренду и на этом зарабатывать. Но это придется, конечно, ремонтировать. Это надо дело любить. Думаю, это логично разделить эти. Но это просто мысль недосказанная. В следующий раз ее продолжим. Потому что у меня нет уже времени на камере. И мне уже лень об этом говорить. Потому что мне это не очень интересно в данную минуту. Потому что мне надо выбрать, куда идти. Так, направо, налево или... Сейчас буду опять открывать GPS. Ура! Автобусная остановка. Я могу, в принципе, подождать и подъехать к метро. Класс! Ну, вот я оттуда пришел. От этого туристического места. Вот тут туристический маршрут. Вот тут слева уже город начинается. И вот автобусная остановка. Ой, вот посмотри, какие пальмы. Красота! Так что... Так. Улица... Я, наверное, пойду пешком. А, вот и автобус, кстати, едет. Вот такой вот автобусик тут ездит. Так что автобус ездит. И можно просто было, вот только что он проезжал, сесть и поехать. Ну, не хочу я на автобусе ехать. Тем более, я тут сюда поднимался долго. Сейчас... И непонятно. Все-таки мне в GPS показывают, что мне надо было направо повернуть. Ну, я оттуда пришел, я решил чуть-чуть левее пойти. Вот. И посмотреть здесь. Не хочу и подниматься. Не хочу спускаться по той дороге, по которой поднимался. То я, в крайнем случае, смогу сюда направо повернуть. Либо на автобусе подъехать. Красивый дворик. Поскромнее чуть-чуть. Та улочка, по которой я сначала шел, более такая была. То улица, по которой я поднимался, то один городок был. А вот сейчас я спускаюсь, это будет университет. Дорога идет к университету. Тут будет университет сейчас. Тут чуть поскромнее. Видно, студенты тут же, вот, студенческие домики. Наверное, так. Нет, вот, вроде поскромнее, так, внешне, ну, вот, улочка. А вот я смотрю на карту. Получается, вот, справа, слева, бассейн, 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 бассейн. Все в бассейнах. Ну, тут хорошее, много бассейнов. Ну, как-то заборы, и не видно, где-то бассейны из-за заборов. О, кто-то что-то ремонтирует. Ну, по карте, в принципе. Тринадцать минут мне идти. Хорошо. Через двадцать пять минут закат. Так что я успею до заката. Ну, это вообще для понимания, вот метро, Ба-Ла-Терра, метро. Вот он сразу выходит из метро, и сразу домики все с бассейнами. Так-так-так-так, вот я иду, маршрут мой. Тринадцать минут идти один километр. И все в бассейнах, все домики с бассейнами, прямо возле метро. То есть вышел из метро, и сразу начинается будинок, где... Будинки начинаются, крути. Тоже домик симпатичный, весь в зелени. Кусты растут на доме прямо красиво. Тоже интересный такой въезд во двор. Такой бетон, ворота, калитка. И въезд, и там у него футбольное поле, вон, на участке. Класс, мне нравится. Так интересно. Такой подъезд, как бы, к участку. Сверху крыша, чтобы дочка дойдет. Калитка и ворота. У меня, в принципе, тоже в доме калитка и ворота. Но вот этой крыши нету. И когда дождь, то неудобно заходить. Капает на голову дождь и снег. Придумано, придумано. Мне вот понравилась эта идея. Вот даже запомню я себе. Может, скопирую когда-то. Себе такое сделаю. Может, сюда поинтереснее еще увижу. О, вот вообще забор красивый. Бамбук. Красивый забор. Прямо из елочек таких прикольных. Пахнет красивый забор. Нравится. Прямо из елочек. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прикольные ворота такие... Ой, какой вид... Красивый же вид... Нравится... Какой домик интересный... Весь из стекла... Вон вход... У меня стеклянная... Интересный дом, конечно... Ну, это тоже интересный... В принципе... Ну, обычный... Такой классический... А тут из стекла... Красиво... Красиво... Ой... Забор такой вот интересный... Из бетона... Сверху дерево... Ну, невысокий... Нравится, что забор невысокий... Вау... Потому что когда высокий забор... То не очень красиво... Ну, с другой стороны... Такой забор... Из бетона... Такой длинный... Да... Ну, тут явно... Такие... Живут... Люди... Посостоятельнее... Чем в соседнем поселке... Потому что в соседнем поселке... Таких заборов не было... Такой забор меня удивляет... То есть... Это бетон... Сверху дерево... Достаточно интересно... И тут большой забор... Здесь мне определенно нравится... Классное место... Так... Это непонятно... Это что... Просто как... Зона отдыха... Где можно отдохнуть... Или это чей-то дом... Нужен дом... Прикольно... Музычка... Музыка играет... Рождество... Тин-тин... Сейчас дело ближется... К Новому году... Поэтому... Так... Надо снова GPS открывать... Так... Непонятно куда идти... Но... Тут можно и направо... И налево... Такое праздничное настроение... Тин-тин... Тин-тин-тин... Тин-тин-тин... Хм-хм-хм... Я... Прощаюсь с вами на сегодня... Хорошего вечера... Хорошего вам настроения... Настраивайтесь на позитив... И жизнь станет лучше... Потому что уже идет закат... Снимать уже не интересно... И у меня садится камера... Вот-вот царит... Так что всем... Самого-самого-самого... Лучшего настроения... Всего хорошего...